На территории Ненецкого округа введут масочный режим. Планируется, что он начнет действовать с 22 мая. При этом использовать средства индивидуальной защиты населению будет необходимо только в закрытых помещениях. Такое решение было принято сегодня в ходе заседания оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции на территории Ненецкого округа. Мария Даник продолжит тему. Решение о введении масочного режима на территории Ненецкого округа обусловлено ростом числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки выявлено три новых случая COVID-19. Три новых случая, которые сфиксированы были по результатам исследования вчера. Два случая – это бытовый контакт с ранее переведенным пациентом и один случай – контакт с ранее выведенным пациентом в терапевтическом отделении. Всего в регионе зарегистрировано 57 случаев заражения коронавирусом. 7 человек выздоровело. Лечение в стационарных и амбулаторных условиях сегодня проходит 50 человек, в их числе и те, кто находится на месторождениях имени Титова и Варандейская. С последнего накануне один пациент был переведен в стационар Усинской ЦРБ. Всего под меднаблюдением у нас 525 человек, 598 человек сняты с контроля. Проведено 2255 исследований. По словам главного санитарного врача Нейнского округа Натальи Кирхар, ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе напряженная. В этой связи ведут масочный режим. Соответствующие изменения внесут в окружное постановление о режиме повышенной готовности. По решению штаба масочный режим будет введен с 22 мая. До этого числа масками обеспечат все населенные пункты региона. Бесплатно масками будут обеспечены отдельные категории граждан. Многодетные, ветераны, инвалиды, люди старше 65 лет. Предусмотреть для них бесплатную доставку этих масок, чтобы у них была возможность ими пользоваться. Заявку на одноразовые медицинские маски льготные категории граждан могут оставить, позвонив по номеру телефона волонтерского центра по оказанию помощи населению в условиях распространения коронавирусной инфекции по телефону 2-16-90. На данном этапе, подчеркнул в Рио губернатор Нейнского округа Юрий Бездудный, наказание для тех, кто не будет носить маски, не предусмотрено. «Хотелось бы отдельно сказать, что мы никоим образом не ставим своей целью сейчас наказывать людей, если введем такой масочный режим, за то, что они будут появляться без масок. Совершенно понятно, что нужен некий какой-то переходный период. Более того, надо вести разъяснительную работу». Напомню, масочный режим вводится в закрытых помещениях с массовым пребыванием людей с 22 мая.